Начинается программа «Особое мнение» 13.06 в Кирове. У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня будет высказывать генеральный директор Федсовятский Наталья Осипова. Наташа, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно вас снова видеть. И я вам хочу сообщить сразу, что на сайте эхо-кирова.ру в разделе «Анонсы» есть вам два вопроса. Ждали вас. Вопросы, кстати говоря, вполне себе свеженькие. Пойдем по порядку. Ольга пишет. Наталья, как вам нравится заявление главы ВТБ о бессмысленности кредитования малого бизнеса? Это что, шутка такая или предзнаменование? Но вот, если позволите, вы, насколько я поняла, мы до эфира буквально сейчас вас спросили, читали или не читали заявление главы ВТБ. Я вам поясню. Я вот как раз открыла. Ну и нашим слушателям тоже, потому что все это не в курсе. Да, если кто-то не в курсе, следят за заявлениями. Господин Костин, глава ВТБ, заявил, если сегодня малый и средний бизнес, невостребован в стране, нет поля деятельности для них, то какой смысл их кредитовать? Будут невозвратные долги. Есть потребление, есть спрос. Будут деньги, нет потребления и спроса. Зачем дешевыми деньгами заливать экономику? Заявление звучит очень цинично. Но главный цинизм ситуации состоит в том, что оно справедливо. Одним кредитованием малый бизнес сегодня не спасешь. Нужны структурные изменения, о которых говорят все либеральные экономисты, начиная от Кудрина, кончая Константина Сонина. Все говорят в один голос, что сегодня стране нужны для выхода из экономического кризиса, длинного, затяжного, тяжелого. Структурные изменения. Соответственно, просто кредитовать, это, знаете, как улучшенное питание больному ракам. Конечно, он чуть-чуть, может быть, дольше протянет, но он не выживет. Поэтому очень циничное, очень жестокое заявление я бы воспринимала как некий знак. Банки первыми откликаются на нашу внутреннюю экономическую ситуацию, и они не готовы рисковать деньгами. А теперь давайте зададим себе вопрос. Если в стране остается только крупный бизнес, а это будут нефтяные компании, это будут связанные с госструктурами и чиновниками банки, то есть банки под прикрытием, банки, которые уже прошли сито определенные, то какой будет шанс у мальчика из города Кирова стать Стивом Джобсом или Цукербергом? Не будет этого шанса. Мы создадим, мы, к сожалению, уже создали ту систему, в которой нет шанса через малый и потом средний бизнес вырасти и создать крупную империю, и создать свое дело. Self-made man, тот лозунг, который вытащил Америку из кризиса 30-х, и который сейчас мы видим, как расцвел мощными корпорациями с мировым именем, с миллиардными оборотами, сказочная история про 30-летних миллиардеров, которые своим умом и своими способностями создают эти империи, причем востребованные мировой экономикой империи. Этой истории никогда не будет в России, если мы не создадим ситуацию, чтобы эти мальчики, которые сейчас учатся в школе в городе Кирове или в городе Новоавиатске, могли свою мечту воплотить сначала в свой маленький бизнес, а потом в большой, возможно, а потом в мировую империю, возможно, а потом бы мы могли ими гордиться. — Ну а какие здесь в таком случае последствия? Мы же понимаем, что это, знаете, как на бирже, да? Там графики всегда заранее показывают за полгода, что что-то рухнет, там акции и так далее. То есть заявления банкиров, уж если они последовали, несмотря на все прогнозы экономистов вами упомянутых уже, это уже знак, наверное, такой. Следовательно, так и будет, скорее всего. — Да, именно так. Это уже, это и есть последствия, это и есть последствия экономической ситуации, заявления банкиров, которые говорят, да, мальчик уже умер, мы уже не успеем его спасти, поэтому зачем давать кредиты, которые ухудшат еще и нашу ситуацию. А русские банки, которые долгое время зарабатывали на дешевых европейских кредитах, теперь тоже не в самой лучшей ситуации. Поэтому заявление грустное, но не надо к нему относиться оценочно. Ах, какой негодяй, как он мог так сказать про малый и средний бизнес, который мы привыкли окружать с такой, знаете, благостной риторикой поддержки. Но между благостной риторикой поддержки и реальными мерами, которые помогут ему выжить, огромная пропасть. И эту пропасть надо преодолевать не тем, что давать дешевые кредиты бизнесу. Дешевые кредиты нужны, но только их будет мало. Нужна еще структурная реформа экономики, которая позволит развиваться этому бизнесу. А вы видите какие-то предпосылки к тому, чтобы эта реформа каким-то образом была описана и начала внедряться? Вот я вижу прямо обратное как раз. Я вижу огромное количество знаков, сродни тому, которое вы сейчас зачитали, сродни этому заявлению, которые показывают прямо обратное, что шанса особо никакого нет. Риторика поддержки малого и среднего бизнеса сохраняется. Об этом много говорят, так и будут говорить. Создают такую иллюзию, наподобие той иллюзии, которая в советское время была, что мы строим коммунизм. Вот в советское время мы коммунизм строили, а сейчас мы поддерживаем малый и средний бизнес. И ни тогда, ни сейчас этого не происходило. Давайте обратимся к тому, что пишет Константин Сонин, вами уже упомянутый. Это его материалы, которые озаглавлены ни сирийской компанией, ни футбольные успехи, не смогут помочь экономическому состоянию России. К сожалению, он, наверное, открытий никаких не делает в своем тексте. И, к сожалению, для нас, для всех, кто читает, для всех, кто понимает, что происходит с экономикой страны и куда ведет, наверное, наша политика. Но вот вы сами же мне подбросили этот пост, когда мы с вами общались. Это была статья, колонка его в ведомостях. Да. И вот он говорит, чтобы рост был полноценным и устойчивым, а не зависящим от текущих цен на нефть, нужны содержательные реформы. Ровно то, что вы сейчас сказали. Но он не говорит, кто эти содержательные реформы должен проводить, к сожалению. Вообще-то правительство. Вообще-то у нас есть президент, который выбирается народом для того, чтобы в стране было хорошо жить. Президент вместе с Думой собирают, назначают правительство, которое приводит страну к процветанию. А у нас с вами ситуация, что наше правительство с нашей Думой и нашим президентом нас не приводит к процветанию. Если по цепочке пойти к первым звеньям, то про президент, правительство, а президент выбирает народ. Все-таки народ... Скоро выборы. Посмотрим, что скажет народ на последнее... Ну, в 17-м году. Вы чего-то ожидаете от этих выборов? Нет, Светлана, я ничего не ожидаю. Я, к сожалению, смотрю на то, как иллюзия реформ, иллюзия свободы, иллюзия этого исторического вызова поколению проваливается на наших глазах. Я себя чувствую этим поколением, которое имело шанс и потеряло его. Но посмотрим, интересно же, что будет. Вот осенью будут выборы, через год будут выборы. Что скажет народ? А вы, наверное, конечно же, отследили ситуацию с выборами в союзной соседней Белоруссии с нами, где господин Лукашенко в очередной раз пришел к власти, сохранил за собой эту власть. И, кстати говоря, в последнее время 99% экспертов и неэкспертов и кто угодно оценивают это как позитивную новость и показывают, насколько Беларусь сейчас лучше России, насколько там лучше жить, какие там дороги в деревнях и между деревнями, и какой Лукашенко молодец, вился-вился, и вот тебе, пожалуйста, сохранил свою страну вот такой распрекрасной. Начинают сравнивать, естественно, с Россией. А вы как оцениваете это? Ну, давайте вспомним, что такое случилось с Белоруссией и по какой причине такое прекрасное процветание вдруг на нее упало. Прекрасное процветание Белоруссии – прямое следствие украинского конфликта и санкций. И Белоруссия смогла, да, молодцы, гибко, вовремя, моментально, имея таможенные льготы, имея таможенный союз с Россией, воспользоваться этим. И вот, пожалуйста, звезда Лукашенко нечаянным образом обернулась экономическим процветанием Белоруссии, а потом еще раз и подарок от Нобелевского комитета белорусская писательница получает Нобеля. Между прочим. Между прочим, белорусская писательница. Вот именно. У нас есть тут демократические веяния, да, и либеральные взгляды. В общем, да, это история иронична. История страшно иронична. И вот деспотически правящий Лукашенко оказывается... Оказывается, что деспот не всегда плохо. Нет, не так. Вот как хорошо. Нет, деспот всегда плохо. Нет, Светлана, деспот – это всегда плохо. Но иногда история дает вот такие удивительные моменты, когда вдруг деспот выигрывает. Но это случайность, которая только подчеркивает закономерность. И потом Белоруссия – маленькая страна. Да. Давайте не забывать, что Россия огромна, а Белоруссия – маленькая страна. Что это значит? Ей легче управлять? Ей легче управлять, конечно. Ей легче управлять. Это совершенно отдельная тема разговора. Сейчас, если мы пойдем, что делать с территориями России, это будет, да, долго-долго нужно экспертный совет собирать. Но раз уж заговорили об Алексеевиче Светлане, Нобелевская премия была получена. И тут, естественно, буря обсуждений. Кто-то говорит, никогда в жизни Алексеевич не получил бы Нобелевскую премию, если бы она не была так яро антирусски настроена. Главный редактор Владимир Сунгоркин «Карсамольская правда» в Москве говорит. Там, значит, Цыпкин говорит, публицист. Мы очаровательны. Не успели белорусской писательнице с украинскими корнями получить Нобелевскую премию, как мы тут же присвоили эту победу себе. И вот сегодняшняя новость, опять же, Белоруссия, да, под правлением деспота. Сегодняшняя новость из Белоруссии, произведение Алексеевич, будут включены в обязательную программу в Белоруссии. Правда, не для младших классов, но будут в обязательную. Конечно, события Нобелевка-Алексеевича – это события для всего русскоговорящего и русскопишущего мира. Это не только Россия, не только Белоруссия. Это огромное количество живущих за пределами России. Даже не хочется говорить про них, что они эмигранты, потому что сама Алексеевич вообще-то живет в Париже и пишет свои прекрасные антисоветские книги. Как она удобно устроилась, скажет кто-нибудь. Но она проделала, притом, огромнейшую работу по собиранию голоса эпохи. Что делала Алексеевич? Она на самом деле журналист. Эта премия имеет несколько совершенно таких новаторских и ошеломляющих следствий. Первое следствие состоит в том, что впервые Нобелевку получила журналистка. За журналистскую деятельность. Премию по литературе получает журналист. Такого не было. И что она делала? Она записывала голоса людей. Голоса тех людей, которые, например, потеряли во время Афганской войны своих сыновей и мужей. В книге «Цинковые мальчики». Это пронзительнейший разговор о том, что с нами случилось. Что случилось вот с этим поколением, потерявшим своих мужей и сыновей. Она записала голоса людей, переживших Советский Союз. А вообще-то, Светлана, мы все пережившие. Переживших Советский Союз. Это как тяжело дозвучит. Ну, прекрасно. Она записала живую русскую, советскую и постсоветскую речь. Она сохранила эту речь. И снабдила ее своими комментариями. И главные литератургические споры заключаются в том, что вроде бы это же не ее язык. Но в одной из своих книг, в книге «Время секонд-хенд» о времени 90-х, она как раз пишет о том, что... Я процитирую. Потому что мы еще только начали сейчас читать, Алексеевич, после того, как ей дали новинку. Хотя «Цинковые мальчики» об этом многие очень говорили, но вряд ли кто-то брал в руки. В общем, да. Мы как-то... Мы тоже немножко свысока на нее смотрели. Не как на писательницу, а как на... Да, хорошую, талантливую журналистку. И слухи о том, что Алексеевич дает Нобеля, несколько лет ведь Виталию в воздухе. И никто вообще-то в это не верил. Ровно потому, что она журналистка, а не писательница. Так вот, в книжке «Время секонд-хенд» она пишет о свободе. О том, что такое свобода. И о том, как по-разному отцы и дети, это, собственно говоря, наше поколение, отцов и детей, воспринимают понятие свободы. Я позволю себе процитировать небольшой кусок из этой книги, которая, в общем, мне кажется, многое объясняет. Отцы. Свобода, отсутствие страха. Три дня в августе, когда мы победили путь, человек, который выбирает в магазине из ста сортов колбасы, свободнее, чем тот человек, который выбирает из десяти сортов. Быть непоротым. Но непоротых поколений нам никогда не дождаться. Русский человек не понимает свободу. Ему нужен казак и плеть. Дети. Свобода, любовь. Внутренняя свобода – абсолютная ценность. Когда ты не боишься своих желаний, иметь много денег, когда у тебя будет всё, когда ты можешь жить так, чтобы не задумываться о свободе. Свобода – это нормально. Ищу язык. У человека много языков. Язык, на котором разговаривают с детьми, ещё один – это тот, на котором говорят в любви. А ещё есть язык, на котором мы говорим с самими собой, ведём внутренние разговоры. На улице, на работе, в путешествиях. Везде звучит что-то другое. Меняются не только слова, но и что-то ещё. Даже утром и вечером человек говорит по-разному. Вот я специально позволю вам процитировать. Мы выпадаем из формата, конечно, программы, но именно потому, что мы много говорим о произведениях, о высказываниях, о людях, и мало, собственно говоря, с ними знакомы. Да. Да, и потом, вот почему всё-таки, и это и справедливо, и это прекрасно, это огромная победа. Все русские пишущие люди, в общем, кричали «Ура!» этой премии, потому что это премия русскому языку в любом случае. Ну, не все кричали «Ура!». Некоторые кричали «Ура!» с фигой подмышкой, может быть, потому что, может быть, многие другие бы видели. Эта премия ещё всколыхнула, знаете, такой серьёзный большой разговор о том, а что такое сегодня русская литература? А кто сегодня эти авторы, которые создают тренд, которые интересны, чем мы интересны миру? Их оказалось, что миру интересны вовсе нашими романами. Вот именно. И это вызывало основные, собственно, споры, может быть, претензии в сторону Алексеевича, в сторону Нобелевского комитета. Потому что, с одной стороны, одни говорили, что она не писательница никакая, другие говорили, что никакая не журналистка. Вот то, что она написала, это всё не журналистика во всем, да? Третьи говорили, вот то, что я уже процитировала, да, главного редактора «Комсомольской правды», что если бы она не была так яро антирусски настроена, то в жизни бы не дождалась, сколько бы лет там не обсуждали это. Четвёртый как раз уточнили. Ага, посмотрите-ка, Белоруссия сейчас вытаскивает немножко, значит, Путину хотят показать, Кузька думает наоборот, поэтому вот Алексеевич премия. В общем, мало кто говорил как раз о литературе, мало кто говорил о сути её произведений. Как раз говорили о политическом моменте, потому что Нобелевка, она, в общем, достаточно политизированная премия. Конечно. Но я отношусь к тем, кто присвоил премию Алексеевич, всем русскоговорящим и русскопишущим, я очень радуюсь, и я думаю, что это будет таким ренессансом журналистики. То есть журналисты, наконец-то, почувствуют, что всё, мы в большой литературе. Это очень... Да, особенно те, которые уедут из России, в Париж, и будут как Алексеевич. Ну ладно, у нас есть ещё один вопрос на сайте некирова.ру к нашему сегодняшнему гостю, к Наталье Осиповой. Наталья, вас как-то задело заявление Кирилла Серебренникова об отказе участвовать в «Золотой маске». Кто тут прав, пишет тоже Наталья, ваша тёзка. Режиссёр вспылил или фестиваль идёт ко дну? И что вы думаете? А, это уже вторая часть вопроса, я потом её прочитаю. Это будет о ситуации в кировских театрах, где нет режиссёров-худруков, что будет с репертуаром. Давайте сначала про Кирилла Серебренникова. Я говорила про «Золотую маску». Да, «Золотая маска» идёт ко дну, если говорить о моём мнении. Экспертный совет «Золотой маски» долгое время составляли известные, всеми уважаемые критики. Моя хорошая московская подруга Елена Ковальская. Сейчас появляются лица... Давайте поясним слушателям, кто такая Елена Ковальская. Елена Ковальская очень долгое время была экспертом «Золотой маски». Сейчас она является арт-директором Центра Мирхольда, где они занимаются экспериментальным театром, где они создают новый театр. Кто сейчас эти эксперты «Золотой маски»? Совершенно никому неизвестные люди. В общем, да, ещё Елена Ковальская писала в афише, вела театральную колонку. Долгое время... В общем, она критик. Она театральный критик. Кроме прочего. Сегодняшние театральные критики люди никому неизвестные. Решения принимаются... В общем, ну что уж говорить, любая премия — это всегда политически ангажированные решения. Появляются политически ангажированные решения. Но политически выгодно, чтобы... Например, вот, как мы с вами понимаем, Лукашенко выгодно, что его писательница, даже ультралиберальной, даже ультралукашенковской, тем не менее, дают Нобелевскую премию. Это всё равно копеечка в его копилку. Точно так же и «Золотой маски» выгодно, чтобы получали уже признанные мэтры. Она так свой статус подтверждает. Она так сохраняет авторитет этой премии. Поэтому я... В конце концов, деньги же придётся искать на организацию фестиваля. Это точно. А деньги даёт государство. А деньги даёт государство. А государство очень... У государства есть любимчики, мы это знаем. Да, и государство цинично говорит. Мы хотим, чтобы вы нашу идеологию поддерживали, проводили. В общем. Но при этом мы хотим, чтобы вы её так поддерживали, проводили, чтобы мы ещё и в мире были ровно этим же известны, знамениты, и чтобы наши русские режиссёры, драматурги, актёры обретали мировой статус. Вот это противоречие задаёт очень скользкий, такой опасный путь любых госпремий или премий на господдержке. Поэтому решение Кирилла Серебренникова решение сильное, красивое, и очень тоже показательное, очень знаковое. Да, оно говорит, что всё, серьёзный театр ушёл из золотой маски. Просто точно... Сегодня Нобелевская премия просто у меня в голове. Точно так же, как Лев Толстой в своё время отказался от Нобеля, знаете эту историю, да? Когда ему предложили, он сказал, да нет, у меня всё хорошо с деньгами, не надо дать кому-то другому. И не захотел. Вот точно так же и он. Точно так же, как в своё время Солженицын отказался принимать медаль из рук Ельцина. Вы знаете, такая удивительная ситуация. Вот отказ – это сильный шаг. Вот смотрите, да, руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников, тоже, в общем, достаточно много экспериментов, да? Да. Понимает, какая сейчас ситуация. Понимает политику партии и государства. Да. Он знает, что нужно участвовать, это многие делают, практически все руководители вынуждены это делать, где бы они ни были, да? Нужно лавировать, лавировать, как Лукашенко, и выловировать, да, куда-то. Значит, он знает, что нужно принимать участие вот в такой, например, золотой маске. Если ты хочешь получить, да, от государства, там, не знаю, что у них получает, я не знаю, гранты, дотации, статус, ремонт, все таки годно. И тут, и эта ситуация усугубляется, согласны? Ну да. Вот. И он это осознает, учитывая, сколько театров экспериментально в какой ситуации сейчас находятся, да и неэкспериментальных тоже. И он отказывается, он делает такой шаг. Он в этот момент, как руководитель, берет на себя ответственность за судьбу всего коллектива. Да. Чтобы сделать вот такой вот только шаг. Он запомнит Сокирилл Серебренников. А что будут делать, извините, служащие в театре люди? Ну, поэтому он и худрук. Поэтому работа в театре называется служение. В театре не работают, в театре служат. И, конечно, от решения худрука зависит очень многое. Но эти люди не выбирают, они как военные, они служат, они обязаны его решения разделять, принимать. Точно так же, как они разделяют его успех, славу. И, в общем, так работает любой коллектив от решения руководителя, зависит очень многое. Это я так вот плавно подвожу ко второй части. В нашей истории, да? Кировской. Кировской. Кировской, да, которая вам тоже направила. Она вам сказала, что вы думаете о ситуации в наших кировских театрах? Режиссеров-худруков нет, что будет с репертуаром? Ох, вы знаете... Их еще объединять ведь собирается, Наталья, в курсе? Нет, я не в курсе. Я утратила интерес к авиатским театрам после того, как Борис Павлович из нашего города уехал. Борис привозил много интересных, разных фестивалей, экспериментальных спектаклей. Он сам много экспериментировал. Мы вместе с ним делали много проектов. Те люди, которые работают в театре сейчас, мне лично не очень интересны. Отсутствие сильного худрука это отсутствие просто какой-то идеи, концепции. Это такое, знаете, скатывание в театр, который будет обслуживать для тюза школы, а для драмтеатра... Ну, в общем, имеющуюся у нас интеллигенцию. Имеющуюся у нас интеллигенцию, страшно голодающую по какому-то свежему, сильному слову. Грустная история. Я все-таки, на самом деле, вот тут не так скептично смотрю на ситуацию, потому что я верю, что будут изменения. Я знаю, что осенью приедет в театр на Спасской новый, ох, боюсь соврать, питерский или не питерский режиссер что-то там ставить. А вот, извините, я забыла, я не подготовилась к вопросу, я не знала, да. Я не знаю, я знаю, что только приедет какой-то очень талантливый мальчик, который будет ставить какой-то очень хороший спектакль. Но тоже временно на спектакль на один он приедет. Пока приедет сначала приехал на один спектакль, на него посмотрели, и потом его зазвали сюда работать со всем. Может быть, будет похожая история. Театр на Спасской очень везет на сильных худруков. И мне очень хочется верить, что им снова просто повезет. Очень хочется верить. А в случае, если театры все-таки объединятся, драмы, театры и театры на Спасской? Ну, это же будет такое... Общее администрирование. Общее администрирование, конечно. Я не знаю, Однако администрирование, как мы знаем, очень часто влияет на то, что происходит напрямую в театре. Ну, видите ли, вот сейчас мы переживаем процесс укропнения вузов. Никто же не верил, что это сделают. Раз и сделали. Все уже. Приказы полетели из Москвы в Киров. В Кирове уже просто тут баталии на университетской почве. Вот сейчас то же самое произойдет с театрами. И снова, конечно, это будет с баталиями. Мы ничего тут не можем сделать. Я тоже думаю, что, конечно, никаких хороших последствий это нам не сулит. Хотя бы потому, что нужна индивидуальная работа, которая сейчас чуть-чуть отлажена в театре на Спасской. В драмтеатре тоже отлажена. Слияние этих двух коллективов кто будет директор? Вот. Это основной вопрос. Да. Далее. И какой коллектив будет в приоритете? Как это вообще будет все управляться? Да. И, например, не скажут на театру на Спасской при таком раскладе, знаете, занимайтесь-ка вы юными зрителями, а вот драмтеатр будет обслуживать взрослые. Это очень удобно. Да, конечно. У нас же тут теперь одна шайка лейка. Зачем нам конкурировать? Мы теперь вместе. Я скептически отношусь к этой затее, но вот это желание все укрупнить с тем, чтобы снизить расходы, цель-то какая? Цель-то снижение расходов. Может привести к потере. Но если, например, видите, боюсь вот так прямо оголтело тут говорить, потому что если, например, все-таки та команда, которая, мне кажется, более сильная театра на Спасской станет играть там первую скрипку, то, может быть, все будет и не так плохо. Это особое мнение Натальи Осиповой. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Через две минуты вернемся. Продолжается программа «Особое мнение» у микрофона Светланы Занько. А «Особое мнение» сегодня высказывает Наталья Осипова, генеральный директор КЦ «Вятский». Мы за пендией сейчас поговорим. Вот уже все успокоились. Я прямо могу сказать, что все. Вы представляете, не было практически ни одного звонка, когда мы говорили о повышении пенсионного возраста от людей. Вот гробовая тишина в эфире. Никто не звонит. Пенсионеры не возмущаются. Не пенсионеры, а те, кому предстоит, тоже не возмущаются. В прессе страшные слова заморозка, отмена, увеличение пенсионного возраста. Все молчат. Ощущение такое, что смирились, готовы уже ко всему. И тут экономисты, естественно, заявляют, что повышение пенсионного возраста неизбежно. В частности, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов говорит. И увеличивать его нужно в год по году, начиная уже с 2018 и 2019 годов. Вот что он говорил в Лиме, когда он там был. Далее он сказал, что считает целесообразным постепенно перенести обязанность уплаты 50% страховых взносов с работодателей на работников. И это снизит налоговую нагрузку на предприятие, повысит заинтересованность граждан в формировании этой самой пенсии, которая будет замораживаться, откладываться. Но, в общем, это поможет балансировке пенсионной системы. Вот вы так хорошо разобрали заявление главы ВТБ. Вот расскажите, пожалуйста, прав ли тут Антон Силуанов и что это все значит для нас. Начну с того, почему никто не возмущается. Разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста ведутся на моей памяти лет 10. И одним из первых об этом начал говорить Борис Немцов. Что он говорил тогда, 10 лет назад? Он говорил, посмотрите, количество работающих в России каково и количество пенсионеров каково сейчас. И давайте подумаем, какое оно будет через 5 лет и через 10 лет. Таким образом, пенсионная реформа в общем связана с демографической ситуацией. Связана с тем, что количество работающих на сегодняшний день не такое, чтобы обеспечить количество пенсионеров. Поэтому, вроде бы, что уж тут возмущаться. Мало нарожали и мало этих людей стало работать. Вторая сторона, почему пенсионная реформа, к сожалению, действительно неизбежна, состоит в том, что мы перестали зарабатывать на нефти и газе. Столько, сколько зарабатывали раньше. И государство, в общем-то, не тянет свои обязательства перед своими гражданами. У государства много обязательств и нет в казне денег, чтобы эти обязательства выполнить. У нас нищенские пенсии, но даже эти нищенские пенсии наше государство не может сейчас платить. Вернее, сейчас еще может, но вот через пару, тройку лет уже не сможет, потому что количество пенсионеров-то будет больше, а работающих-то меньше. Чего же они тогда делают-то? Одни заявляют, что нужно повышать сразу, сейчас прямо. Потом Дмитрий Медведев говорит, не вижу предпосылок для того, чтобы повышать прямо. Что это за канитель-то? Игра экономистов и политиков. Это игра экономистов и политиков. Экономисты говорят, не получится. Посмотрите, вот столько-то, статистику посмотрите, вот столько-то работает, вот столько-то вы должны заплатить пенсии. В казну вы соберете вот столько-то. Где деньги возьмем? А политики говорят, да, конечно, но у нас скоро выборы. Нас не выберут, если мы скажем, что мы сейчас... Их выборы каждый год, где-нибудь. Ну, вот самые сейчас жесткие выборы в 2016-2017 год, поэтому нас ждет много популистских решений, которые, возможно, всю пенсионную историю снова отодвинут. Отодвигание этой пенсионной истории не приведет ни к чему хорошему. Вот это странное дело по поводу популистских историй. С одной стороны, да, пенсионный возраст отодвинем, вернее, не отодвинем пока, здесь, значит, пенсии вроде как не заморозим, не об этом речь идет. Но и тут... Да, 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 да. Вот вы... Я еще хотела прокомментировать эту историю про то, что 50% будет платить работник, да? Да. Вроде бы работодатель должен сказать, спасибо вам большое, сейчас 34% платим мы, а потом работник. А теперь, Светлана, поставьте себя на место работника. Вы получаете, к примеру, 20 тысяч рублей. И вдруг вам государство говорит, дорогой мой работник, будущий пенсионер, я хочу, чтобы ты подумала о своем будущем. Отдай мне, пожалуйста, 10 тысяч из своих 20, ну или положим, даже 5, пусть будет 25%. Отдай мне, пожалуйста, 5 тысяч из своих 20, и когда ты состаришься и выйдешь на пенсию в свои 65 лет, до которых доживи еще, пожалуйста, с нашим ты медициной, я тебе дам эти 5 тысяч рублей. Смотришь ты на государство, которому ты уже давно не доверяешь, и говоришь, спасибо тебе, дорогое государство, можно я сам, подумая о своей старости, вложу эти деньги сегодня в воспитание и рождение своих детей, и они мою старость лучше обеспечат, чем ты, дорогое мое, много раз меня кинувшее. А так и будет. Так, Светлана, кто из нас верит государству? Потому что 20 тысяч в 10. Вы же понимаете, да? Вот вся простая очень арифметика. Мы не верим государству, раз, оно неэффективно использует эти деньги, два, и уж я не говорю про коррупцию, которая просто разворовывает эти деньги, которые каждый человек просто отстегивает от сердца, действительно же сейчас в ситуации экономического кризиса это деньги, которые тратятся на еду, а не на какие-то излишние блага. То есть, государство говорит, поголодай сейчас, чтобы я тебе потом, в твое пенсионное время, может быть, что-то смогло обеспечить. А мы ему не верим. А мы ему не верим. Вот хорошо, что вы тут упомянули как раз в перерыве о Татьяне Бушмелевой, которую давайте поздравим. Да, знаете, я о ситуации наших пенсионеров сужу по двум прекрасным женщинам, по своей маме, которая сейчас на пенсии, которая без моей скромной помощи, я не представляю, как бы жила, и она всегда говорит на вопрос про пенсию, она говорит, у меня есть двое детей. И сужу по блогу, который на Фейсбуке ведет Татьяна Бушмелева. Татьяна Сергеевна это легенда вятской журналистике, и сейчас она на пенсии, и ее пронзительнейшая история о том, как она от пенсии до пенсии доживает, и ее фотографии, которые фиксируют в нашей жизни, на мой взгляд, является самой точной хроникой сегодняшнего кировского бытия. И вчера у Татьяны Сергеевны было 70-летие, которым я от всего сердца ее еще раз поздравляю, желаю ей огромного здоровья, чтобы она продолжала свою огромную деятельность, потому что то, что она делает в Фейсбуке, в своем блоге, частном, личном, в свое свободное время, на мой взгляд, это большой и важный, и просто даже прямо исторический факт. — Замечательно. Мы присоединяемся к этому поздравлениям и, кстати говоря, рассмотрим возможность публикации блогов Татьяны Бушмелевой у нас на сайте. — Интересно. — Да. Ну вот насчет попурейских, кстати, заявлений. С одной стороны, гладят по головке, сначала, конечно, напугали, потом погладили, как у нас обычно, так это, чтобы люди, знаете, как контрастный дождь, закалились еще сильнее, хотя куда дальше. Но вдруг сыплются заявления, которые уже точно не подлежат никакому обсуждению, тут уж народ должен точно только воспринять эту информацию и смириться. Содержание Госдумы в следующем году подорожает на 40%, с 7 до 10 миллиардов рублей. Согласно документу, который принят, основной рост расходов на содержание Нижней Палаты парламента планируется по статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных органов». То есть попросту чиновникам госаппарат повышают зарплату. — Ну да. На 40%. — Да, почти в два раза. И дальше сообщение. Тоже все свежачок такой. В следующем году в России будут сокращены расходы на зарплаты врачей и учителей и соцработников. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, который вот оказалось в распоряжении РБК любой человек может познакомиться. Экономить планируют на учителях, врачах и других соцработников. И эта экономия стала возможна благодаря изменению правил расчета средней зарплаты в регионах. Вместо белых зарплат Росстат теперь учитывает и серые. Вот там какая-то сложная схема, которую они тут нашли. Они теперь это все перерассчитают, при этом майские указы Путина соблюдут, но тем не менее сэкономят. Это чудеса какие-то, правда. Будет более чудес. — Нет, никаких чудес не будет. Зарплаты учителям и медицинским работникам уже сократили. Их уже начали считать по-другому. И, конечно, то короткое время, когда у учителей были более-менее достойные зарплаты, на которые они могли жить, невозвратно уходят. Что это значит? Это значит, что медицина будет еще хуже, образование будет еще хуже. А у нас, между прочим, было неплохое образование. Кэппл в этом году вошел в 500 лучших школ на 20-й позиции. На 20-й позиции среди московских и петербургских школ есть Кировская школа. И по-прежнему Вятская гуманитарная гимназия и физико-математические лица это те школы, которыми мы могли бы гордиться. Значит, хорошие учителя оттуда будут уходить. Они не смогут там работать. И значит, у нас не будет этого результата. Значит, наших детей будут учить хуже. Теперь по поводу 40%. Вот, собственно говоря, это... По поводу Госдумы, Да, по поводу Госдумы. Вот это честный процент инфляции. Процент инфляции никакие не 11, не 13, не 15. 40% инфляции у нас. Ее нам объявила Госдума. И, конечно, будучи ровно тем органом, который принимает решение, они сказали, ну как же, вот мы должны же сохранить свой уровень жизни. Нам же будет плохо без нашего уровня жизни, без того высокого. И взяли они и подняли себе зарплаты на эти 40%. А потом посмотрели они в казну и, блин, денег-то нет в казне. Где же мы возьмем себе на содержание нашего уровня жизни-то достойного, чтобы мы законы-то могли правильнее принимать. Ну и вот затянули пояса учителям и врачам и соцработникам. Я помню очень яркую пронзительную рекламу Олимпиады в Сочи. Это была такая реклама. На ней стояла старушка с протянутой рукой и было написано «Спонсоры Олимпиады в Сочи». Вот у нас сейчас такие спонсоры нашего государства. Ну, такая антиреклама была, да? Конечно. Так, в общем, за антирекламу далеко ходить не нужно. Я сижу, мне сразу представились тоже так довольно цинично учителя затянутые поясами Сталия Игорченко и такими же голосами. Боже мой. Наталья. мало оптимизма сегодня я вам Нет, вполне. Вы так очаровательно улыбаетесь, что у меня всегда все равно присутствие. Очаровательная улыбка, я рассказываю о том, как всем мне будет плохо. Давайте о хорошем. Две минуты у нас осталось, проект продолжается. Что ж хорошего-то? Ваш проект продолжается. Давайте, у нас такой дайвист, месяц, через два рассказываем, что происходит в Москве с вашим я расскажу. В то время, как все так плохо, я запускаю новый проект в Москве, который сначала был культурным и сейчас же потихонечку дорастает, наверное, даже и до коммерческого. Это проект писательской школы Creative Writing School с Майей Кучерской. И мы приняли решение, что с февраля месяца мы запускаем заочную школу. Будет заочная школа. Об этом спрашивали. И смогут люди из провинции у нас учиться. Это будет дистанционное школу? Это будет дистанционное обучение. Мы сейчас придумываем его формат. Мы анализируем, что есть в мире, как организовано дистанционное обучение. Потому что в Америке, например, очень много дистанционного обучения и можно получить университетский диплом полноценный, обучаясь дистанционно. У нас была старая советская заочная система обучения. Неплохая. Но сейчас с современным уровнем техники нужно переходить на совершенно другую техническую базу этого заочного обучения. Мы пытаемся ее придумать. Она у нас тоже в внуках рождается. Это тоже запросы справимся, насколько я понимаю. Это запрос, да. Потому что на летнюю школу к нам 40% в мастерскую прозу приехало людей. И они смогли на интенсив приехать, но они же не смогут. Вот сейчас у нас осенняя школа раз в неделю. Они так не смогут. Давайте еще раз яркие. Именно кто кто там дает уроки. Сейчас осеннюю школу в мастерске набрали Екатерина Лямина, профессор высшей школы экономики, Дмитрий Быков, поэт. Прекрасно. Наш. Да, наше все практически. Майя Кучерская ведет мастерскую прозы. Критики в мастерской ведет Галина Юзифович, автор, по-моему, лучшего поста про Нобелевку по литературе. В общем, сегодняшний Белинский практически единственный литературный критик. Фантастику ведет два человека. С одной стороны Андрей Рубанов, писатель-фантаст, а с другой стороны Анна Старобиниц, тоже писательница-фантастка. Они вместе это делают. И мастерскую для подростков ведет прекрасная Юлия Идлис, которая будет их учить из фантазии. Когда вы их к нам привезете, Наталья? А я их к вам онлайн. Онлайн. Нет, мы хотим воочию. Мы хотим лично пожать руки и познакомиться. Но надеемся, что мы как-то когда-нибудь все-таки встретимся и вы наших горожан познакомите с этими великолепными людьми. Может быть. Вам надеется. Это было особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора Кацавятских, Светлана Занкова. Мы прощаемся с вами. До свидания.